Прошу прочнее, я буду говорить по-русски. В первой части я буду обсуждать простейший вариант обратной задачи рассеяния. Хотел бы у вас снизились кое-какие детали. Вы доски будешь писать по-русски? Нет. Рассматривается случай финитого потенциала. А точнее, обозначения такие. А что здесь происходит? Конечный? Бесконечный вообще говоря. Для рассказа большая часть будет конечной. Переход к пределу здесь довольно простой. Итак, любой финитный потенциал можно приблизить с дельтапунктами. Давайте посмотрим, что в этом случае. Как решается обратная задача? Решается она тривиально, но все-таки давайте уточним. между... Что? Это где-то абзац называть. Что же ты сейчас скажешь? Ну, слова здесь, может быть, разные. Я думаю, по-моему, он это все сделал первый. А их сыны конечные в интервале распределены? Пока да. Ну, то есть, пусть пока сумма конечная. Потом обсудим, переделаем. Значит, обозначение я хочу договориться. Ну, здесь потенциал равен нулю между узлами. И вот эти функции будут обозначаться А и Б. Можно его что-то разводить? Конечно, можно. А цепочка клея выпускает сонсор? Нет. Нет, конечно, нет. Это просто не будет. Это как угодно. Такая ситуация не будет. Можно так сказать. Можно так. Ясно, что когда мы пересекаем узел, то А и Б связаны довольно просто, и я напишу, как они связаны. Тут все отталкивают, да? И связаны с... Это не играет в трое. Не играет в трое. И не удается аккуратно писать. Но формула простая. Итак, что меня будет занимать? Это особенность ТК равную нулю. И вот она здесь... Это надо, наверное, умножить на А будет J какой-то. Да. J минус один. Итак, вот все, что, собственно говоря, здесь в этой науке есть. Через каждый узел вы вынуждены умножать вот на эту матрицу, поэтому накапливается особенность нуля. И первое, что нужно сделать, это перемножить N матриц и посмотреть, что получится. Итак, первое утверждение, что если перемножить N таких матриц, то получится матрица, которая имеет определитель единица, и эти A и B находятся в явном виде. Сейчас я их напишу, достаточно красивые формулы. Ну, а главное, что особенность не накапливается и... Ну да, вот это, конечно, не накапливается в том, что это не накапливается в том, что это нам там всегда будет. Сейчас, а эта матрица СЖ как-то не удовлетворяет этому? Нет, конечно, детерминат матрицы СЖ есть 2К. А, значит, когда ты перемножишь, у тебя 2К в степени N. Детерминат этой матрицы, да, не имеется. Это то, что будет... Нет, детерминат, не имеется, конечно. Нет, я не про это, я про то, что там как-то странно. Вот я попытался воспроизвести вот это в G, и там как-то со знаменами что-то не так. Знаки имеются в виду вот эти? Да, да. Нет, я имею в виду минус гамма, вот оно как-то не так стоит. Почему? Обозначить гамма плюс... Ну, пусть у нас эта штука в нуле, да. То есть здесь стоит минус, а здесь плюс. А там наоборот, вот, в применении. Ну, ошибки в знаках... Ну, ладно, по-моему, точится-то. Легко устраняются и появляются вновь. Итак, первое утверждение, не совсем трениальное, заключается в том, что особенность не накапливается, появляется утверждение, что эта функция целая, и особенность, которая могла бы накопиться, она зависит от альфа. Если альфа нулю, то особенностей вообще нет. Ну, а так, в случае общего положения полюс первого порядка и не больше. Вот этот коэффициент, его можно засчитать, он показывает, что будет при k равном нулю. Если вы пропускаете экспоненту с k равным нулю, то она либо на той бесконечности растет, либо остается постоянной. Вот, значит, это случай общего положения, это коэффициент, с которым растет все функции на другую бесконечность. Ну, он может быть иной, конечно. Но это исключение. Скажите, все гаммы одному знака? Нет, нет, они совершенно произвольные. Обратная задача здесь решается при любых гаммах. Итак, я сейчас напишу полное решение прямой и обратной задачи растения, которая здесь заключается в том, что а и б, это, грубо говоря, многочлены от k, ну, и их структура довольно простая. g я пропускаю, потому что всегда устроены одинаково. Значит, сколько гамм мы собираем, столько здесь, и суммирование. но это умножается, естественно, от 2k, степень. Меньший, дальше идет. Ну, при перемножении возникают всегда симметрические многочлены. Я их здесь и восстанавливаю. вот это это есть единица минус е в степени 2k xe минус xg ну, и следующий член будет тройные произведения и g штрих здесь будет две таких скобочки, но все совершенно одинаково. Это какой-то капли черный же для а? Для а. А, для а. Итак, а это, грубо говоря... Они патогенетические полиномы, да. Ну, выражаете, из... Ну, главное неприятность здесь связана с экспонентами. Ну, я сейчас какой-то пример приведу связанный с двумя третий-то функциями, чтобы можно было обсудить все детали. Ну, а так ответ а и б представимы целой толпой. Однозначно представимы в виде многочленов по однородным произведениям этих гамма. У а нет зависимости от сдвигов. У б такая зависимость есть, то она не сильно сложнее этого. То есть легко написать общие формулы для а и б. Ну, я сейчас какой-нибудь пример приведу, если нет вопросов. Сейчас, а для для инклюзионных это симметричный формул на третий-тый? Да. Сейчас я вам напишу. И что, буквально, что разлагается? Какое предложение? А. А. Ну, это же не А. И денисов плюс, да? Ну, я бы не ответил на вопрос. И в четвертом порядке будет произведение гамма А. Е это единица минус ест? Да, да. Хорошо. Итак, пусть n равна руку. Давайте посмотрим на какой-нибудь пример чуть более внимательно. Вот здесь я не воспользуюсь тем, что то есть я пишу пока в общую формулу. Меня интересует в основном упрощение, связанное с b от k. b от k здесь в этом случае упрощается. Мне нужны нули этой целой функции, поэтому я ее убежу более-менее явно. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, это почти то же самое, что a, но умноженное на e в степени 2kx2. Итак, может быть здесь какие-нибудь несуразности остались, но структура формулы довольно простая. Если меня интересуют нули этой целой функции, то тут приходится с квадратным уравнением разбираться немножко, а здесь это просто кратные π числа. У а могут быть нули или на мне мою сеть конечно. Да, где угодно. Как где угодно? Ну у нас гамма пока никак не вещественная, ну даже не вещественная. Итак, обратная задача рассеяния в финитном случае, грубо говоря, сводится к следующему. Вы задаете нули двух целых функций, вот пример. И по этим нулям пытаетесь восстановить потенциал. В данном случае это задача из-за того, что она написана для дельты функций. Ее решать не надо. Скорее надо заботиться о том, где располагаются нули этих многочленов, которые выписаны в явном виде. А в общем случае задача ставится так. Итак, повторяю. В этом случае надо задавать и а, и б, а точнее задавать их нули. Ну это же не полигон, он задерживает экспоненты. Это целые функции. В данном случае, да. Это просто агфинитный потенциал. Сейчас я поговорю о... Итак, следующий мой шаг. Давайте включим сюда оператора рождения и уничтожения. И немножко расширим класс потенциалов. То есть выйдем за этот класс. И тогда между узлами будет что-то вроде массы солитоноподобных потенциалов. А потенциал останется агфинитным. Итак, что я хочу сделать? Я хочу посмотреть те преобразования, которые не выводят носитель из того отрезка, который был. Итак, у меня есть уравнение. И я хочу решить задачу следующую. Новая ФСИ строится так, как она строится... Ну, я называю это операторами рождения и уничтожения. Это зависит от того, как вы выбираете вот это Ф. Но вот этот... Вот эта ФСИ удовлетворяет такому же уравнению, но с потенциалом, который отличается от старого. Поэтому, если мы хотим, чтобы потенциал не расширялся... Что такое dx? Просто dx. А, просто производная. Ф – это... Решение уравнения Риккати. И возникла следующая задача. Нам нужно найти... Ильшир в правой части есть... Что такое коджик? Коджик. Я должен взять частное решение этого уравнения. По нему логарифмическую производную. Обозначить ее через F. Тогда это логарифмическое производное. Это Fj, да? J, да. А, J нехорошо. Понятно? Ну, пусть какой-нибудь. Какой-то к мне надо выбрать. И вопрос... Какие к годятся для того, чтобы носитель не расширялся? Из той формулы, которая там написана, видно, чтобы... Это происходило. Нужно, чтобы вот это К0... Либо... 0 равно 0. Любой из этих вариантов годится, все остальные не годятся. Итак, мы можем расширять наш класс потенциалов за счет вот этого преобразования. У меня есть А и Б. Я выбираю... Ну, вот в этом примере... Я специально написал, чтобы понять, какой у меня есть выбор для К0. А это Фи, да? Фи. Это лишь одевание, да? По сути, вот это и есть одевание. Б, ну или Б. Обычно мы используем 0 и А, но в данном случае более интересен вариант с использованием 0 и Б. У меня будет дополнение каких-то синтонов. Да, конечно. Может быть, Б, ну или Б, но в данном случае непрерывный спектр... Ну, непрерывный спектр... Здесь заменяется последовательность стернули. То есть я подвожу итог. Обратная задача в случае дельта-функции решается мгновенно. Возникают нули, при помощи этих нулей можно расширить класс потенциалов, а носитель по-прежнему тот же самый. Эта задача хорошо поставлена. Вот формула. Если мы имеем нуль B, то у нас C с одной стороны это не в степени КХ, а с другой стороны поэтому логарифическое производное же не чувствует А. Да. Сейчас я попытаюсь обсудить, что есть в температуре. Итак, на чем я остановился? Хорошо бы, конечно, пример сохранить, но... Я повторю, что эти формулы повторяют структуру симметрических многочленов, так что... Держа это в голове, все по индукции легко восстанавливается, это не проблема. И от этих формул нам нужны нули А и Б. Теперь я хочу переходить к РТВ и... И роль этих А и Б разная. А в процессе эволюции не меняется, а Б меняется. Оно умножается на экспоненту, которая... Давайте ее как-нибудь обозначим. Я пока не слежу за анализом. Итак, в процессе эволюции Б надо умножать, но если говорить... О, Э там, Б, то он нули, и его... Нам известно, что ничего совершенно не происходит. А если бы там... КАИС, значит, СПИС, это хорошо бы... Вот это имя? Нет, я... Не понял вопроса. Итак, это закон сохранения, это то, что меняется за временем довольно просто. И из того, что я сказал, я хотел бы написать еще, как меняется Б, если я использую нули Б, то Б немножко меняется, а именно умножается на простой множитель. Типа ноль я убираю, а должен восстановить его, потому что преобразование достаточно простое. Ясно, что эта формула и эта сочетаются довольно сложно, и я пока далек от карты века. Теперь я перехожу на вторую часть, какие здесь есть работы на эту схему. А ноль убрался на возник в симметричном, если вы такой-то КАИС? Если я действую так тривиально, как здесь сказано, то вот так просто. Но, в принципе, меня же интересуют многократные примирения, то есть я могу... Многоократные примирения, то есть я могу А, Б, то есть тут игра возможна, но сейчас я не знаю, как надо действовать. Я пытаюсь теперь перейти к задаче, которая интересует не только меня. А можно сказать, как вы словами описали тот паспорт и узналок, который получается? Ну, если этот ответ нас не устраивает... Ну, грубо говоря, там между этими узлами что-то салитонное, салитонный сектор. Итак, задача, которую, на самом деле, хотелось бы обсудить. Представим себе, что в начальный момент для Картеека у нас есть фенитный потенциал. Вопрос такой, могу ли я подобрать этот потенциал так, чтобы через некоторое время... Хотелось бы его тоже вычислить приближенно, чтобы картинка более-менее возобновилась. Ясно, что он начнет рассыпаться, но хотелось бы построить такой потенциал, Подобрав здесь параметры так, чтобы через некоторое время он снова стал фенитным. Это разве такое возможно? Приближенно возможно. Ага. Может быть один раз, но хватит периодически... Ну, что такое один раз? Но он не гладкий, он так нынешний, но совсем гладкий. Как, если он не гладкий в крытой ноге, что вы... Он нынешний на создав такие хвосты стрелирующие. А если гладкий, то он имеет обычное усиление, то он не гладкий, чтобы... Я понимаю. Задача вот в такой примерной постановке, когда мы разрешаем дельта-функции и вопрос о гладкости обсуждается достаточно подробно. Задачей дозанимались и последняя из статей, которая опубликована в июне, то есть в этом месте. Я могу дать на нее ссылку. Там используется вместо дельта-образных потенциалов уравнение, грубо говоря, уравнение Дмитра-Копфа, ну, то есть то, что мы называем уравнением Марченко, и доказывается, что эта задача хорошо поставлена. То есть вопрос о том, дельта-функция разрешена или не разрешена, Я вновь уже обсуждался, и можно найти ссылки на уравнения типа Дмитра-Копфа, которые доведены до этой задачи, до возможности доказательства теорем, что задача разрешима методом итерации. Я могу сказать, что дельта-функция в качестве начального условия в критерии приведет к созданию автомодельного решения. Ну да, об этом я сейчас и буду говорить. Я в конце, если у меня останется время и ваш интерес, могу немножко развить эту тему. Я знаю, как выглядит на языке уравнение Марченко задача с дельта-функциями. Она выглядит достаточно интересно, но основная проблема связана с тем, что уравнение Марченко на самом деле работает не для задачи на всей оси, а задачи на полу оси. То есть приходится... Почему? А вы же говорите... Ну, вы же два раза должны решать это. Одна бесконечная, другая бесконечная, несколько раз. Ну, то есть говорится, что она приспособлена для оси. Но когда вы переходите на реальные применения уравнения Марченко, вам приходится перемириться с тем, что либо потенциал фенитин, либо полуфенитин. Но это не сильное ограничение. Итак, Володя уже сформулировал задачу, которая здесь. Первое возникает это. Итак, задача хорошо поставлена с точки зрения. Уравнение Марченко. И я его на всякий случай напомню, хотя его сегодня уже писали. Уравнение Марченко. Уравнение Марченко. Уравнение Марченко. Уравнение Марченко. Уравнение Марченко. в начальных данных f это не ес ну просто е в степени альфа икс бета ну и знак альфа зависит от знака гамма солитонный случай неудобен поэтому лучше выбрать гамма нужного знака чтобы солитона не было убрать солитон можно вот этим преобразованием и так задача поставлена более-менее так как она должна решаться при нужном знаке гамма нужно из этого уравнения решить это интегральное уравнение при больших временах я съездил в руку за своей диссертацией нашел ее и я просто могу уточнить некоторые детали связанные с этой задачей значит если речь идет от той бесконечности которая здесь минус бесконечность то от минус бесконечности до некоторой точки о которой я сейчас буду говорить решение решение этого уравнения получается следующим образом вот это функция эйри а соответствующее решение карты вега это просто автомодельное решение ну то есть PNV1 так как у нас k равно 0 а особая точка то на самом деле из всех решений PNV1 нас интересует вполне конкретное решение которое на минус бесконечности имеет заданную асинтетику связанную с функцией эйри то есть существует только одно решение PNV1 которое нас интересует а это то же самое решение которое встал в матерских моделях или другие 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 не знаю ответа но это функция эйри и все что я знаю по этому поводу заключается в следующем эта асимптотика действует до первого нуля решения PNV1 что будет за я не знаю знает ли кто-нибудь сомневаюсь то есть первая задача заключается в том что с минус бесконечности пройти дальше чем проходил народ да алёш можно вопрос вот если это эйри это значит ездит точка поворота это откуда она приедет все вот в этом он нет ну или чьи но если если это не то есть нет писать пенливей или это же все таки не это то есть неприятно 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 а он решение Хасимс Макбилова который делает янь а какая ц от К здесь в центре отражения можно написать вот вот здесь начальный момент времени это функция очень простая если это если это выделено и на к чему равна для одной бельтофункции ну один здесь полюс не говоря но все равно как это если это произнос природа не приехал естественно естественно ну ну а здесь что-то не имеющее отношения к белу но полюс в точке гамма или не попало это обрезанное значит что стоит это то есть я не знаю как продолжать решение за ноль полюс то есть по-видимому никто не решал задачу об одномодельном решении соответствующим вот этим начальным данным и я говорю что ее надо бы решить все что я знаю это то что делается в окрестностях минус бесконечности это не очень помогает делу сколько у меня осталось то есть в арксоне одновременно давали шприпинты где на арксоне было нарисовано это решение это уже ничего не осталось большого количества это решение угодится просто ну возвращаясь к дискуссии можно ли надеяться на повторение того что из рассматриваемых аффинитных начальных данных появится дельта функция представим себе что мы немножко отошли от t равное нулю тогда у нас есть профиль то есть в принципе мне кажется что этот вопрос хотя и не поставленный но держать его во голове надо то есть там финитный потенциал как он должен быть устроен чтобы через некоторое время он приближенно постановился речь идет о приближенном решении и здесь сделан первый так сказать намек как его можно решать окей ну что в дискуссии есть вопросы были да спасибо так дельничный доказательчик веренеющий лингвиш м 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